Ну что ж, дорогие друзья, у нас в буквальном смысле презентация сегодня, ведь то, что вы увидели на экранах, это впервые, да? То есть мы этот тизер показываем в программе «Новое утро», не то чтобы в нашей программе впервые, а в принципе это впервые. Давайте поговорим сейчас о этом фильме. У нас в гостях генеральный продюсер кинокомпании «Мечта» Евгений Черных и Сергей Баженов, директор Академии «Рэгби Сибирь». Здравствуйте. Здравствуйте. Фильм называется «Начать сначала», да? Это ТПК пробная версия, но да, наверное, все-таки финальная будет, начать сначала. А, то есть вы еще продакшеном занимаетесь? Да, потому что продакшен у нас еще только в разработке, это даже, если честно, тизер, не финальная версия, это вот специально для ТВК, мы сделали его, чтобы посмотрел наш зритель. У вас потрясающий состав актеров, это все известные люди. Антон уже сказал, что у нас за плечами есть такие фильмы, как «Дороги», «Маняш на озеро». Весной у нас еще один выходит фильм, который на фестивалях выиграл международных, начать сначала, это тот, который сейчас, а еще фильм про китов, который мы в Норвегии снимали, «На встречу мечте». И вот по технической части, фильмная часть сначала, конечно же, ну, отличается от всего. У нас и состав другой по актерам, и по технической, ну, прям вообще это на порядок выше. Ну, самое интересное сейчас у всех бюджет фильм, какой он? Ну, подсчитывали или еще нет? Ну, еще и сейчас вот постпродакшн, когда закончится, просто у нас, допустим, по музыке у нас Жуков пишет, Баста пишет, наш рэпер Тарас, прямо конкретно под фильм. И когда это все будет уже сделано, все идем уже, подытожим. Ну, и ваша компания, кинокомпания «Мечтай» — это красноярская компания, да? Да, да, все верно. То есть мы сейчас говорим не о компании, которая находится в Москве или в каком-то другом федеральном центре. Это красноярская компания, которая может снимать фильмы с достаточно известными актерами. Где это снималось? Да, это в Красноярске мы снимали, снимали в лагере «Космос». На всех стадионах нам Министерство спорта двери открыло. Отдельное спасибо Павлу Александровичу Ростовцеву, потому что и по транспорту у нас обеспечили, и вот лагерь «Космос», и как бы все. Билл снимали в Красноярске. Да, да, давайте у Сергея также спросим. Сергей, вот фильм про регби, в первую очередь. «Регби Сибирь», ваша академия, какой она принимала участие, какую помощь оказывали, ваша роль в создании этой картины? Ну, вообще, я хотел бы начать, что сейчас идет большое развитие и популяризация вообще регби в стране, и тут, наверное, нам всем нужно большое сказать спасибо Федерации «Регби России» в лице Игоря Юрьевича Артемьева. Ну, Академия «Регби Сибирь» она занимается такой большой популяризацией регби, это в трех сибирских федеральных округах, это СФО, ДФО и УФО. И именно в этих регионах идет активная популяризация, поиск талантливых игроков, обучение тренеров. И непосредственно, когда Евгений Александрович обратился к нам с такой просьбой, с таким проектом мы с удовольствием поддержали его и ребятами, и командой помогли в Красноярске, и команда Краснояр, и НССТ им предоставила большие возможности, свои стадионы, свои площадки, на которых это все проходило, снималось. То есть здесь, так скажем, очень большой проект возник, и очень отрадно, что мы выходим на такой большой российский уровень, уже не только в спорте, да, потому что регби на самом деле именно в Красноярске является, скажем, большой столицей спортивной, но еще и вот в таком направлении. Поэтому здесь у нас, скажем так, все возможности, и мы будем здесь развиваться популяризацией. Мы еще можем поговорить с Владимиром Сычевым, да, он тоже нам... Привет передает, видео привет от него. Передает видеописьмо, как нам говорит наш режиссер. Давайте его посмотрим сейчас. Привет, зрители нового утра. Привет, канал ТВК. Привет, Красноярск. Всем огромный привет. Привет. Это у вас пока еще доброе раннее утро. Во всяком случае, я вам доброго желаю. А у нас еще вот новочка на улице. Поэтому, чтобы быть с вами в эфире, чтобы быть с вами на связи, поставил будильник, причесался немножко, чтобы вид не совсем заспанный был. И готов с вами пообщаться. Очень приятно мне находиться на связи с любимыми зрителями одного из моих любимых городов, где уже не один раз побывал и много красивых мест посмотрел. Внимательно слушаю. А как родилась вообще идея снять конкретно этот фильм, начать сначала? Дело в том, что я познакомился какое-то время назад с генеральным директором Федерации регби России Станиславом Дружининым. Он мне предложил поучаствовать, сыграть роль тренера в клипе «Нагим о регби», где я с большим удовольствием принял участие. После чего мы стали общаться. И об этом как-то я обморвался Евгению. На что он мне сказал, Володя. У нас есть интересный сценарий про регби. Вот этот сценарий про регби воплотился в жизнь. Когда мы уже сможем увидеть этот фильм? Ну, если все пойдет хорошо, как мы надеемся, что постпродакшн закончится летом, и в конце этого года зрители не только Красноярского края, но и всей России увидят это в кинотеатрах. Итого, от идеи до воплощения, до первого зрителя в кинотеатре. Вообще, у меня еще идея в 2018 году появилась, что надо снять про спорт. А какой спорт, если там уже про баскетбол, про хоккей, про футбол все снято. Ну, конечно же, регби. Тем более у нас столица регби России, конечно же, это Красноярский край. И поэтому только в этом направлении развивались, думали. Ребята, которые были в кадре, это все красноярские дети, да, подростки? У нас были дети, которые привозили мы из Москвы, прямо актеры профессиональные. И в основном это была главная команда 2003 года Краснояр. Это настоящие регбисты, которые даже половина команды, вот сейчас Сергей подсказывает, попали в сборную, сейчас уже находятся в Сочи. Настоящие регбисты, но они справились со своей работой. Мы прямо долго, у нас была такая долгая процедура, как мы их актерскую мастерство пытались учить. Поэтому они молодцы вообще, пацаны. Круто, дожидаемся выхода в свет этого фильма. Фильм называется «Начать сначала». Созданный в Красноярске с актерами федерального уровня. И, ну, не знаю, такая небольшая, но все-таки гордость берет. Ну, подождем, а потом будем смотреть на большом экране. Удачи вам, чтобы все сейчас благополучно было на продакшене. Ну что же, мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Совсем скоро взрослый конкурс, поэтому оставайтесь с нами.